МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Свою работу в эфире продолжают новости дня в студии Наталья Савицкая. Здравствуйте! Мы расскажем о главных событиях этого четверга в ближайшие 20 минут. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Звезды в Великом Новгороде. Знаменитые российские актеры прибыли на открытие фестиваля исторического кино. Александр Михайлов, Лариса Лужина, Дмитрий Харатьян, Александр Домогаров, Александр Панкратов-Черный. Наши корреспонденты успели поговорить со всеми. Хамство надо наказывать. Новгородская общественница Кира Коренова подверглась преследованию и травле в интернете. Поводом послужила принципиальная позиция в защиту зеленых насаждений. Древозащитница собирается обратиться в полицию. Вместо старого пищеблока новые процедурные кабинеты. В Шимской больнице после ремонта открылось детское отделение. В региональном управлении МЧС вновь заступил на дежурство вертолет. Вертолет вернулся домой эффектно перед посадкой, выполнив, как сказали летчики, два поклона. От такой вежливости не устоял даже наш оператор. В прямом смысле этого слова. Вертолет современный. Внутри нет ни одного аналогового прибора. Все цифровое. Более того, эта машина может летать даже сама, благодаря автопилоту. Конкретно эта модификация К-32 была создана специально под нужды спасателей и является максимально универсальной. Машина может почти в любую погоду выполнять строительно-монтажные работы, тушить пожары и даже перевозить пациентов, находящихся в состоянии комы. В нашем случае мы прилетели сюда с медицинским модулем. Так как задачи по пожаротушению сейчас в зиму не актуальны, мы встаем с завтрашнего дня на дежурство вместе с нашей медициной катастрофы и будем обеспечивать эвакуацию людей. По меркам авиации вертолет почти новый. Был произведен в 2010 году. Моложе могут быть разве что только в Москве. Прошел техобслуживание. Поэтому можно сказать, что новгородское авиазвено возобновило свою работу в полной боевой готовности. Сегодня в Великом Новгороде в мультимедийном центре России прошла церемония открытия кинофестиваля исторических фильмов «Вечи». Пять дней у нас известные артисты, режиссеры и киноленты. Фестиваль пройдет с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора. Часть программы выведена в онлайн. Открытие прошло в обновленном новгородском мультимедийном центре. Для него это первое подобное масштабное мероприятие. Как отметили на церемонии, символично, что фестиваль исторических фильмов открывается в памятную для страны дату – день неизвестного солдата. Президент кинофестиваля, кинорежиссер Светлана Дружинина призналась, что это и ее сердечная боль. Ее отец погиб под Смоленском, и она до сих пор не знает, где точно его могила. Светлана Дружинина также пожелала, чтобы следующий фестиваль «Вечи» прошел уже без масок и при полных залах. Солидарны с ней были и почетные гости фестиваля, актеры и режиссеры. Что касается программы, то в ней будут как фильмы об истории целых народов, например, Якутии, так и отдельных личностей, например, о футболисте Эдуарде Стрельцове. Подробнее о церемонии открытия в наших выпусках завтра. Сегодня наши съемочные группы общались с мэтрами российского кино. Наталья Хмелева на перроне Чудовского вокзала встречала прибывших на Сапсане Александра Михайлова и Ларису Лужину. Я тебя цепляю, ой, гляньте-ка. «Любовь и голуби» – прекрасный фильм, прекрасные актеры. А видите, вот этого человека. Трудно поверить, но он сейчас вон в том поезде. И не один. Кроме самого Александра Михайлова, Чудовский вокзал встретил еще почти два десятка гостей. Актеров, участников шоу «Голос», дети и их семьи. Без фанфар, цветов и очень быстро. Утро выдалось по-декабрьски морозное, да и автобус заждался. Но это не беда. Главное – пообщаться удалось. Оказывается, в Великий Новгород Александр Яковлевич приезжает уже не впервые. Я предчувствую эту встречу. Не знаю, как будет. Это будет хорошо. Да, да, дай бог, дай бог. Ну, прям помимо того, что я вообще первый раз удружинена. Видите, какое время странное. Коронавирус – это еще какой-то фестиваль. Чего ждете от этого? Встречи с прекрасными друзьями своими. Давно мы не виделись. И встречи с… Я думаю, какие-то картины будут приличные. Картины надо посмотреть. Членство жюри фестиваля Вечи – новый и волнительный опыт, признается актер. И никакой коронавирус тут помехой не станет. При должных мерах безопасности, конечно. По разговорам на бегу становится ясно – фестиваль – тема сегодня главная. И относятся к нему гости с большой теплотой, несмотря на холод. Но звезды тоже люди. Как тут без вопроса о личных планах. Я в каждом городе, и даже здесь, это будет само собой естественно, я иду прежде всего в храм. Вот честно говорю. Поэтому я хочу в Софийский собор сходить обязательно, поставить свечки, поклониться Софийскому кресту. Но это не знаю, это у меня уже так заведено. Я без этого не могу ехать с гордостью, если не побываю в каком-нибудь церкви или храму. Главное, чтобы времени хватило. Вот такая встреча получилась короткая, сумбурная, зато наша съемочная группа убедилась. Главные действующие лица почти в сборе, а значит фестиваль состоится. И это отличная новость. Остается пожелать гостям хорошего пути и забрать небольшой сувенир на память. Мелочь, а приятно. Из Чудовского района Наталья Хмелева, Андрей Константинов. Новости. Новгородское областное телевидение. Одним из главных событий нынешнего Веча станет творческая встреча с авторами продолжения знаменитой киносаги о Гардемаринах. Анна Окладникова узнала у Дмитрия Харатьяна. Как же изменился Алеша Корсак? Времени 6 утра. Совсем скоро прибудет поезд из Москвы, на котором в Великий Новгород приедут легендарные актеры, исполнители главных ролей культовой саги Гардемарины. Мне, между прочим, повезло вдвойне, потому что это любимый фильм молодости моей мамы. И пока она спит и ничего не подозревает, я попробую взять автограф у Дмитрия Харатьяна. На поезде под номером 41 в одном вагоне ехали Алеша Корсак, Павел Горин и еще один новый персонаж, которого зрители увидят в продолжении Гардемаринов. Актер Александр Панкратов-Черный сыграет ревнивого мужа одной небезызвестной артистки, но ее роль пока держится в тайне. Панкратов-Черный в Новгороде не впервые. Он нередко бывал здесь со спектаклями и творческими встречами. Повод сегодняшний – открытие 14-го кинофестиваля «Веча». Доброе утро. Да неужели доброе? Да, а почему недоброе? А почему? Почему? Жизнь грустная. Вирус гуляет. Да ладно, мы же не отчаиваемся, не вешаем нос, как говоришь. А я, да, потом с удовольствием ехал. В очередной раз Великий Новгород посетил Александр Домогаров. Два года назад, впрочем, как и сегодня, у артиста практически не было времени. Ни на отдых, ни на разговоры. Слишком плотный график. Когда мало времени, вообще ничего не успеваешь, поэтому... Вы даже не гуляли по нашему Кремлю? Ну, очень мало. Не было времени. В этот раз получится? Нет. Мы надеемся, что у Александра все же найдется возможность посетить новгородские достопримечательности. Ведь открытие их номинации состоится только завтра в областной филармонии. Вечер презентации нового фильма ждут все поклонники Гардемаринов. И не будем скрывать, поклонники Дмитрия Харатьяна. Всех волнует один вопрос. Как за столько лет изменился любимый Алеша Корсак? Только повзрослел. На самом деле, человек не меняется, по большому счету. Ожидаем, конечно, выхода новых Гардемаринов. 1787 «Мир и война» теперь так называются. Два фильма, которые, надеюсь, скоро появятся на экранах. Мир уже готов, а война в процессе. Уставшие с дороги артисты сразу направились в сторону гостиницы. Все-таки в 6 утра еще хочется отдохнуть. Однако Дмитрию Харатьяну, всему виной большая слава, пришлось немного отстать от группы и дать свой автограф. У меня все получилось. Мама, Дмитрий Харатьян, пожелал тебе счастья. Да-да, он так здесь и написал. Марине, счастья и Дмитрий Харатьян. Анна Кладникова, Михаил Серов. Новости. Новгородское областное телевидение. Машинской, Пестовский и Хвонинский районы впервые подключат к сетевому газу. Губернатор Андрей Никитин и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер подписали программу газификации региона на новый пятилетний период до 2025 года. Инвестиции предусмотрены в объеме 3,6 миллиарда рублей. В пять раз больше, чем по предыдущему соглашению. Согласно новому соглашению, «Газпром» построит межпоселковые газопроводы для 18 населенных пунктов в Боровическом, Валдайском, Машинском, Новгородском, Акуловском, Пестовском и Хвойнинском районах. Из них в три района – Машинской, Пестовский и Хвойнинский – сетевой газ поступит впервые. Кроме того, будет проведена реконструкция двух газораспределительных станций в Валдайском и Крестицком районах. Это позволит увеличить подачу газа действующим потребителям и подключить новых. Правительство области, в свою очередь, обеспечит подготовку к приему газа более двух тысяч домовладений, котельных и промышленных предприятий. Напомним, сейчас уровень газификации региона составляет более 60%. В Шимске долгожданное событие. В районной клинике, которая с прошлого года действует как дневной стационар, открылось детское отделение. С подробностями Татьяна Баркова. Боже мой, какая красота. Наконец-то у детей Шимского района есть собственный медицинский дворец. Дворцом стал старый пищеблок Шимской больницы. Когда в ней еще в начале 2019 года закрыли круглосуточный стационар и оставили только дневной, кухня стала не нужна. На спонсорские деньги компании «Транснефть Балтика» сделали капитальный ремонт стоимостью более двух миллионов рублей. Новое оборудование и мебель приобрели на средства обязательного медицинского страхования, а местный художник разрисовал стены. Так совместными усилиями создали светлое и уютное отделение с игровой зоной для малышей. Мы рады очень. Комфортно? Очень комфортно, конечно. И детям будет хорошо, и нам удобно работать. Все-таки это отдельное помещение для детей, только будут детки приниматься. Раньше детей принимали в поликлинике для взрослых, и это, конечно, было неудобно. Теперь отделение находится прямо рядом с больницей, и если ребенку назначено какое-либо обследование, не нужно ехать через весь Шимск. Все под рукой. Детское отделение поликлиники теперь находится в отдельном здании, а значит появилась возможность разделить потоки. Если есть подозрение, что ребенок заразен и опасен для окружающих, он может пройти через отдельный вход, и вот здесь сразу кабинет, где его и примет доктор. Работу отделения начнет с понедельника. Здесь будут обслуживать более полутора тысяч детей. Нужны новые кадры. Сейчас у нас один врач-педиатр, это Миронова Людмила Николаевна, которая приезжает к нам с Медведя. У нее участок там и здесь. И фельдшер Бельска Алена Александровна, которая с функциями врача, у нее ежедневный прием здесь. По-хорошему, сколько нужно педиатров? Два. По словам главного врача, слишком сильной загруженности во время приема нет, но сюда уже активно привлекают молодых специалистов. Из Шимска Татьяна Баркова, Олег Федоров, Новости, Новгородское областное телевидение. Мэр Сергей Бусурин ушел на карантин с коронавирусом. Градоначальник сегодня сообщил на своей страничке, что получил положительный тест. «Чувствую себя хорошо, с сегодняшнего дня буду работать удаленно и онлайн», – написал Бусурин. Мэр стал одним из 213 жителей области, кто сегодня пополнил статистику. И это новый суточный максимум. Спикер областной думы Елена Писарева продолжает трудиться оффлайн. Сегодня она встретилась с новгородскими студентами-медиками, которые помогают в лечении коронавирусных больных. Почти четыре сотни студентов со всех курсов специальности «Лечебное дело» в качестве среднего медперсонала работают в клиниках Новгородской области. Из них около половины исполняют врачебный долг в красных зонах. На передовую все они пошли добровольно, мало представляя, насколько тяжелым будет их труд. Но опускать руки не дают пациенты. Молодые врачи чувствуют, их забота нужна людям. Эта пандемия заставила людей задуматься над ролью медиков в жизни общества. И наш статус возрос, мне кажется, вместе с этим и возросла моя уверенность в том, что я могу быть нужной людям. И поэтому мне стало, наоборот, даже приятнее работать в этом смысле. Сомнений нет в том, что это мой путь, и я его проделаю правильно. Ребята, которые сегодня пришли на встречу с председателем областной думы, работали в ковидных госпиталях и во время первой волны. И уверенно говорят, осенью ситуация стала значительно сложнее. Пациентов поступает все больше, а значит, растет и нужда в специалистах. Пандемия заставила юных ребят практически мгновенно повзрослеть. Вчерашние беззаботные студенты стали сильной опорой для опытных врачей. Я хочу вам искренне, от всей души сказать огромное спасибо. Спасибо вам, родные, спасибо вашим родителям, за то, что они действительно вырастили достойных ребят. Ребят смелых, мужественных. Ребят, которые действительно не идут, не боятся в красную зону и оказывают помощь тем людям, которым это прежде всего необходимо. Елена Писарева наградила благодарственным письмом коллектив Института медицинского образования. Помимо студентов в ковидных госпиталях сейчас несут вахту, ординаторы и часть преподавательского состава. Награды из рук спикера также получили представители студенческих медицинских отрядов и волонтерских организаций. Елена Казакова, Михаил Серов. Новости Новгородское областное телевидение. В России сегодня день неизвестного солдата. Именно в этот день, в 1966 году, прах неизвестного солдата из братской могилы в Подмосковье был перенесен и торжественно захоронен у стен столичного Кремля. У новгородского мемориального комплекса «Вечный огонь славы» состоялось возложение венков и цветов. Кроме того, сегодня телебашня филиала «Новгородский ОРТПЦ» в Великом Новгороде включила архитектурно-художественную подсветку. Иллюминация появилась в 17 часов и будет гореть до самой ночи. Подсветка цвета вечного огня нашей памяти. Красный, желтый, оранжевый. Новгородская общественница Кира Кореннова подверглась преследованию и травле в интернете. Поводом для угроз и унижений послужили ее посты о сносе деревьев на набережной Александра Невского. Древозащитница не собирается спускать хамство анонимов и намерена обратиться в полицию. Пост раздора появился вечером 1 декабря в одном из самых популярных пабликов Великого Новгорода. Кира Кореннова, волонтер движения «Деревья Великого Новгорода» и сторонница максимального сохранения зеленых насаждений, поделилась информацией о ходе работ по благоустройству набережной, где часть деревьев спилят, часть пересадят на новое место. В ответ на нее обрушился шквал оскорбительных замечаний. Начал некий молодой человек под аккаунтом Денис Москаленко. Сначала угрожать под постом, затем его комментарии удалил администратор паблика, и тогда он вывесил мой телефон в другой группе с оскорбительными для меня комментариями, с предложениями. На этом оппоненты не остановились. Весь вечер на телефон общественницы раздавались звонки с угрозами и информационным спамом. Кира собрала скриншоты и составила обращение в полицию. Наказать интернет-нахалов необходимо для того, чтобы все, кто публикует аналогичные высказывания, скрываясь за фейковыми страничками, знали. Анонимность в интернете понятие условное, а самоутверждаться лучше добрыми делами. Хотя бы выйти во двор и посадить дерево. Объект под наблюдением. Главные городские стройки каждый день под прицелом наших объективов. Сегодня строящийся садик на улице Вересова. Арина Аксенова о том, что изменилось за последнюю неделю. Главные изменения за неделю произошли внутри здания. Сейчас в помещениях устанавливают двери. Они трех типов. Ламинированные внутри групповых комнат, пластиковые стеклопакеты в коридорах и вот такие металлические. Это противопожарная металлическая дверь с остеклением российского производства. Она уже установлена в проеме. И, как видите, можно зайти даже в... В группах начали монтаж потолочных светильников. Стены пока белые, но после того, как освещение будет закончено, детский сад еще раз посетит дизайнер. Тогда можно будет приступить к финальной отделке. А пока строители показали нам вот такой предмет интерьера. Вот это вот у нас так называемые сушилки для одежды, для обуви. Над ними будет ставиться детский шкафчик. Значит, теплый воздух, проходя через него, через верхнее отверстие выходит. И таким образом у детей в любую погоду будет сухая одежда. На очереди укладка линолеума в группах и отделка стен в помещении бассейна. Снаружи останется только навести порядок. Правда, осматривая детские площадки, мы не могли не заметить кое-что странное. Есть у этого садика одна особенность. Прямо за его забором непонятный водоем. То ли речка, то ли болото. Не подтопит ли детское учреждение в период паводков и не полетят ли отсюда к детям комары, и, наверное, на этот вопрос должна обратить внимание администрация города. А мы продолжим наблюдение за этим объектом. Что изменилось, расскажем через неделю. Арина Аксенова, Андрей Шестаков. Новости Новгородской областной телевидения. Новый путеводитель расскажет о Новгородской области. Он сделан в современном стиле. В нем собрана вся актуальная информация о достопримечательностях, туристических маршрутах, расписании музеев и так далее. Можно будет даже прочитать древние берестяные грамоты. Что примечательно, появилась также детская версия. Разработка этого издания шла на протяжении полугода. Новгородские историки тщательно описывали все интересные и волнующие туристов детали. Например, один из блоков рассказывает про берестяные грамоты. А с помощью QR-кодов, которые нанесены на многих страницах, можно даже прочесть расшифровку древних посланий. Такой путеводитель можно получить не только в самом регионе. Он также активен к заказу в популярных интернет-магазинах. Кроме того, Русь-Новгородская отдельно создала мини-версию этого путеводителя для детей. Уникальная детская раскраска будет распространена в туристских информационных центрах и в поездах. Мы направили как раз одну партию уже в РЖД для того, чтобы ребята пока путешествуют с родителями, могли изучить нашу область. Это такое первое знакомство с регионом. Они также могут посмотреть через QR-коды, перейти на портал наших партнеров и уже спланировать отдых и мероприятия с детьми. Например, какие-то мастер-классы или погулять по Большой Валдайской тропе, например. Также в основном путеводители для туристов есть разделы, которые помогут подготовиться к поездке. Краткая история региона, информация о транспортном сообщении, календарь событий и праздников. Книга поможет выбрать лучший маршрут для путешествия. А информация о гостиницах и ресторанах подскажет лучший вариант. Старая Русса в новом свете. Знаковые места города на полисте украшены иллюминацией. Уже появляется и новогодняя тематика. В этом году спонсоры основательно вложились в освещение Старой Руссы. На деньги благотворителей были закуплены фонари и лампы. И самые красивые городские памятники с наступлением темноты заиграли по-новому. Возникла такая идея осветить город, чтобы были очень четкие, притягательные, красивые объекты, которые ночью будут просто давать красоту определенную ночному городу. Это в первую очередь была башня, с нее все началось. Пару к знаменитой башне подсветили и Воскресенский собор, вид на который открывается со смотровой площадки. Теперь вместе с новыми фонарями они образуют единый архитектурный ансамбль. На этом спонсоры не остановились и взялись за памятник Достоевскому. Рассеянный свет заменили на направленный, поэтому скульптуру классика теперь видно всегда. А в парке «Юность» помимо новой подсветки сделали полную реконструкцию зон отдыха. Появились детская площадка, дорожки и новые архитектурные формы. А вот о приближении нового года на соборной площади свидетельствуют недавно установленные световые скульптуры и елка, которую украсят уже в ближайшие дни. На этом все. Напомню, что поделиться интересной информацией вы всегда можете по телефону нашей редакции 70-3003. Темы для сюжетов и предложений мы также принимаем в соцсетях. А все материалы и выпуски оперативно появляются на нашем YouTube-канале Новгород ТВ Ньюс. Далее о погоде на пятницу, 4 декабря. А я с вами прощаюсь и желаю хорошего вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова